Уважаемые коллеги, добрый день! Мы начинаем наш вебинар. Напишите, пожалуйста, в чате, вы меня хорошо видите и слышите. Замечательно пишут, да. Я вижу у нас много людей, которые не впервые на вебинаре. Например, Оксана Сурин у нас регулярно бывает на вебинарах. У нас еще есть имена Асяд Гадеева, мне кажется, не первый раз. Но, наверное, есть кто-то, кто впервые на вебинаре участвует. Есть у нас люди, кто сегодня в первый раз в вебинаре? Есть. Анна Баченина пишет, Елена пишет, мы впервые. Уважаемые коллеги, тогда несколько слов организационных. Вебинар у нас сегодня короткий, он примерно минут 40 будет идти. Постоянные участники знают, что обычно вебинар идет час-час двадцать примерно, но сегодня получится покороче. В конце вебинара перед вами появится на экране инструкция о том, как получить сертификат, и в чате я вам дам код для получения сертификата. Код действует только три часа после окончания вебинара, поэтому я вас очень прошу, вы сразу получаете сертификат, как только вебинар закончился, и тогда никаких вопросов не возникает. Все у нас получится. Уважаемые коллеги, теперь насчет звука. Вот кто-то пишет, зависло. Если у кого-то будут возникать проблемы со звуком, вы друг другу тогда советуете, что можно сделать. Первый вариант. Можно зайти по той же самой ссылке на вебинар, но через другой браузер, и тогда появится, тогда звук станет лучше, может быть. Это зависит от того, какая версия флешплеера установлена в браузере. А второй вариант. Так, кто-то пишет, зависло. Коллеги, вы меня видите, слышите? Видно, отлично. И второй вариант. Что можно сделать? Если пропадает звук, вы также можете навести курсорное изображение лектора. Появится несколько значков. Крайний правый значок — это изображение камеры. Кликаете на нее, тогда мое изображение отключится. Но зато вся оставшаяся частота канала, ширина канала, будет направлена на то, чтобы звук передавать. И качество звука улучшается тогда. Видите, у нас уже кто-то вопросительные знаки присылает. Это, видимо, текст, который не в той кодировке набран. Ну что ж, давайте тогда начинать. Мы сегодня с вами поговорим о подготовке дошкольников и младших школьников к празднованию Международного женского дня. Я представлюсь для тех, кто впервые на вебинаре. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев. Я кандидат педагогических наук. Главный редактор издательства «Титул» и журнала «Английский язык в школе». Мы сегодня с вами поговорим вот с какой точки зрения. Вот, кстати, Марина Тришкина пишет. Перезагрузить можно еще в прошлый раз сработало. Да, такое тоже помогает. Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня поговорим вот с какой точки зрения. Мы поговорим не просто о том, как мы можем с детьми к празднику приготовиться в детском саду и в начальной школе, но попутно, какие задачи развития детей при этом решаются, как можно к празднику подготовиться, какие бесплатные ресурсы можно использовать. Я для вас сделал небольшую подборку. И какие готовые материалы можно использовать и как. То есть мы посмотрим прям целую программу подготовки к празднику. Мы с вами успеем рассмотреть. Я, кстати, успел чуть-чуть почитать чат и видел, что вы пишете. У нас из многих регионов опять, и у нас из других стран тоже есть. У нас есть из Казахстана, у нас есть из Донецкой Народной Республики участники. То есть вебинар получается международный. Пусть у нас даже не так много, как обычно бывает. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте мы посмотрим вот на что. Нижний Тагил у нас присутствуют, участники Анны Козырева. У меня, кстати, планируется, возможно, семинар в Нижнем Тагиле в начале марта. Но об этом мы еще поговорим. Итак, давайте мы посмотрим вот на что. Конечно же, неважно, где мы с вами работаем, в детском лесаду, в центре развития ребенка, в школе или где-то еще. Все равно основная наша с вами задача не просто что-то отпраздновать, а именно развивать ребенка и потом обучать. Правда же? Если мы посмотрим на стандарт образовательного и дошкольного образования, то мы увидим, что там написаны направления развития ребенка. Они включают в себя социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Я не буду, пожалуй, проводить параллели со стандартом начального образования. Все равно направления примерно одинаковые. Просто в начальной школе это уже развитие личностные, результаты, вернее, планируемые, метапредметные и предметные. Но от перестановки слагаемых, от того, что их чуть по-другому назвали, все равно мало что изменяется. Я постарался выписать для вас цитаты из стандарта. Зачем я это сделал? Затем, что если вы, например, будете готовить программу внеурочной деятельности для начальной школы по подготовке к 8 марта, то вы сможете взять отсюда информацию. А если вы работаете в дошкольном образовательном учреждении, либо с дошкольниками, то точно так же в вашу программу вы можете вписать опять же эти все вещи. То есть мы с вами постараемся сегодня создать такую шпаргалку для себя. Итак, социально-коммуникативное развитие. Я живым выделил то, что наверняка может реализоваться, в том числе и в рамках того, о чем я вам буду говорить, при подготовке к праздникам. Посмотрите, социально-коммуникативное развитие направлено на свои норм и ценности, включая моральные и нравственные ценности, обучение целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие эмоциональной отзывчивости, готовность к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и позитивных установок различных видов труда и творчества. Мы посмотрим на примеры того, как можно этого добиваться. Познавательное развитие включает развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений об окружающем мире, об отношениях и о праздниках в том числе. Речевое развитие – это прежде всего овладение речью как средством общения и культуры, в том числе развитие звуковой и танционной культуры, знакомств с книжной культурой, детской литературой. И, наконец, художественно-эстетическое развитие, помимо всего прочего, включает в себя реализацию самостоятельной творческой деятельности детей, включая изобразительную, конструктивную, модельную, музыкальную и так далее. И физическое развитие включает приобретение опыта, следующих видов деятельности детей – двигательные, координация движений, крупные и мелкие моторики, становление целенаправленности, саморегуляция двигательной сферы. То есть много направлений развития, много аспектов. Давайте мы с вами посмотрим, как же мы можем подготовить детей к празднику. Но, естественно, в данной ситуации само развитие ребенка происходит в ходе занятий и подготовки к празднику 8 марта. А вот теперь давайте посмотрим на некоторые примеры практические. Например, я постарался построить это как программу некоторую. Но прежде чем мы перейдем к этим моментам, коллеги, скажите, пожалуйста, где вы работаете? Кто из вас работает с дошкольниками, например, в детском саду или где-то еще? А кто работает со школьниками для того, чтобы понять, сколько у нас кого находится? Вот Юлия Николаевна пишет. В детском саду Оксана Сурина школа, школа со школьниками, начальная школа, школа 2-й и 8-й классы, детский сад, Ирина Тимошенко пишет, школа 2-й класс, школа английский язык, младшая и средняя школа. Большинство школьников все-таки. Вы знаете, у нас так получилось, этот вебинар уже второй за сегодня. На утреннем вебинаре у нас больше. А вот посмотрите, Ольга Баженова пишет и в детском саду, и в школе. Кто-то работает в первом классе, Анна Козырева пишет об этом. У нас получилось так, что на утреннем вебинаре у нас было больше преподавателей дошкольных, образовательных учреждений и центров развития ребенка и частных школ. Но тем не менее, вы знаете, откуда бы люди ни были, мы все равно провели маленький опрос, говорили о том, за сколько времени начинают готовиться к празднику, к 8 марта. И большинство абсолютно участников сказали, что примерно 2 недели подготовка идет. И делают это не на каждом занятии, а стараются включать либо по чуть-чуть каждый день, в случае, если речь идет о детском саде, либо выделяют какое-то время на занятиях на школьных. Ну, давайте мы с вами постараемся поговорить. Давайте договоримся так. Если это дошкольное образовательное учреждение, если это детский сад, то педагоги сами строят в рамках программы эту подготовку, мы сейчас поговорим об этом. Если это школа, то ее можно построить как внеурочную деятельность, либо включать какие-то элементы подготовки на уроках. Я буду примеры приводить на русском языке. Для тех из вас, кто преподает английский язык, мы с вами будем отдельно отмечать, что можно сделать по-английски, на английском языке. Итак, первое самое занятие, что я предложил бы сюда включить. Знакомство детей со значением праздника. Для того, чтобы дети понимали, что 8 марта – это не просто абстрактный международный женский день, а это праздник их мам, бабушек, сестренок, и в том числе и праздник весны. Поскольку в России, вы сами знаете, в марте весна только-только начинает появляться. Вот такое, где даже еще и не появляется. Правда же? И вот здесь мы проводим с детьми беседу о празднике. Но каким образом? Конечно, рассказывать детям историю 8 марта вряд ли имеет смысл. Даже если мы расскажем о Кларе Цеткино-Розе Люксембург, о том, как боролись за свои права женщины, в младшей школе, особенно дошкольникам, это будет непонятно. Они, может быть, что-то и запомнят, но осознать они не осознают. Правда же? А о чем можно поговорить на этом этапе? А можно попробовать рассказать, как празднуют женский день в разных странах. Я даю ссылку в презентации, я после вебинара выложу презентацию онлайн, вы ее сможете скачать с сайта EnglishTeachers.ru. Я даю ссылку на сайт, где можно взять эту информацию. Но посмотрите, вот такого же рода можно детям рассказывать, а можно подготовить мини-викторину. Можно с детьми провести, можно с родителями. А вообще, давайте-ка мы с вами сами посмотрим на то, как празднуют женский день в разных странах. Я для вас маленькую викторину для разминки приготовил. Давайте мы попробуем разобраться. Разобраться. Посмотрите, в какой стране так празднуют. Я вам буду рассказывать о том, как празднуют женский день в этой стране. А вы постарайтесь из трех вариантов ответа выбрать, если вы знаете, либо угадать правильный. Итак, в этой стране женщины весь день вообще не пускают мужчин в свою компанию. Все делают женской компании, пьют кофе, общаются, гуляют и так далее. Мужчин просто не подпускают весь день. Они от мужчин отдыхают. Вот как вы считаете, что это за страна? Австрия, Италия или Вьетнам? Вот Оксана Первая была, это Италия. Верно. Следующая страна. В этой стране этот день женский называют день кукол или день персика. В этот день девочки наряжают кукол как можно богаче и устраивают дома целую выставку этих кукол. Что здесь за страна? Япония, Корея или Испания? И опять большинство угадали, это Япония. Более того, те, кто работают по учебникам издательств титулов в школе, например, об этом информация есть в учебнике Милля. Но, тем не менее, здесь вот какой важный момент. Это не просто обычные куклы. Это куклы, которые вытаскивают, как правило, из сундука раз в год. Это куклы фарфоровые. Чаще всего они в очень богатой одежде. И они очень часто изображают императорский двор. И эти куклы передаются из поколения в поколение. Есть такой интересный обычай в Японии. А с детьми вполне можно рассказать им про этот обычай и предложить устроить выставку кукол к празднику и у себя тоже. А вот теперь какая страна? Здесь женщины обливают мужчин водой, чтобы показать, что женщина самое главное. Какая это страна? Китай, Таиланд или Греция? Многие пишут Таиланд. Вы знаете, здесь коварный вопрос. На самом деле в Таиланде водой обливают на Новый год. Это новогодний праздник. А на самом деле в женский день женщины обливают мужчин водой в Греции. Они показывают, что они самые главные в этой ситуации. Следующая страна. Здесь в этот день у всех женщин выходной, а мужчины работают. А вот вечером мужчина дарит женщин традиционный подарок, который называется тыква верности. А внутри этой тыквы кладут фигурку какую-то. Затем кладут виноград обязательно, острую свинину, арбуз и соленые обжаренные помидоры. Как вы считаете, какая это страна? Индия, Китай или Франция? Большинство пишут, что Китай. Верно, это Китай. Традиционный китайский праздник. И причем посмотрите, как интересно. Вот здесь тыква верности очень хороший признак. А кто помнит, если, например, на Украине мужчина сватается к женщине, а ему дадут тыкву, которая называется горбуз по-украински. Это хорошо или нехорошо, если женщинам в ответ тыкву? Это отказ, конечно. Хороший вопрос от Ольги. А так празднуют именно 8 марта? Нет, не обязательно 8 марта. В Японии женский день, вот этот день кукол, это 3 марта. В Индии, например, вообще женского дня нет, а есть целая неделя, которую празднуют в октябре. А китайцы 8 марта празднуют. То есть в разных странах по-разному. Поэтому можно детям рассказать о том, что существует праздник женщин почти в каждой стране, но не во всех странах 8 марта. Вот на той ссылке, которую я дал на предыдущем слайде, там информация более близкая детям. Это информация, которую можно давать им рассказывать именно про 8 марта. А вот эту маленькую викторину, ее можно использовать либо как для того, чтобы детям рассказать, тем, которые уже постарше в начальной школе, про эти обычаи, либо устроить на празднике, на утреннике викторину для родителей. И посмотреть, отгадают они или не отгадают. Затем я приведу несколько примеров заданий, которые можно использовать, в том числе уже и на первом занятии. Я буду приводить примеры вот из этой книги. Она называется «Серия к празднику». Книга так и называется «8 марта». Ее выпустило издательство «Титул». Это новое издание. Она вышла зимой только-только. И вот посмотрите, я вернусь с вашего позволения на два слайда. Помните, первое занятие, потому что у нас продолжают пребывать участники. Первое занятие – это мы знакомим детей со значением праздника, рассказываем, что это праздник не только женщин вообще, но это праздник мам, бабушек, сестренок и праздник весны. Говорим о том, что в разных странах женский день празднуют по-разному. Приводим информацию, которая может детям помочь. Но кроме этого, посмотрите, вот у нас уже появляются первые задания из этой книги. Видите, самая первая страничка. Мы рассказали детям, что это праздник мам и бабушек. И в то же время посмотреть. У нас на картинке два медвежонка, которые раскрашивают букет в подарок своей маме или своей бабушке. И мы детям предлагаем, говорим, помоги Мишкам докрасить праздничный букет. Обратите внимание, книжка крупного формата, поэтому рисунки специально сделаны такими, чтобы детям было удобно рисовать. И в то же время это оказалось нетрудным. Букеты вроде бы похожи будут у большинства детей, но каждый может раскрасить так, как посчитает нужным. Конечно, стоит обратить внимание на то, что Леночка у нас вся красная, поэтому этот элемент должен быть красным. А вот с цветами можно уже и подумать, а какие бывают нарциссы, например, правда, а какие лилии, тюльпаны, какие лепестки могут быть. То есть, на самом деле, если хочется сделать занятие развивающее, то можно с детьми поговорить и об этом тоже. Точно так же можно использовать вот такое задание. Оно направлено на развитие внимания и на знакомство с окружающим миром. В России, как правило, на 8 марта мужчину дарит женщинам самые первые цветки акации. Это мимозы. И вот у нас есть рисуночек 8 марта. И нам надо подобрать, какие элементы подходят и куда их нужно вставить. То есть, задание простое. Найди части рисунка, соедини их линиями. Следующее занятие. На этом занятии я предложил бы поговорить с детьми о роли мамы. Почему мама самый важный человек, почему она всегда заботится, беспокоится, помогает и так далее. И на этом же занятии можно выбрать стихи о маме для того, чтобы можно было их прочитать на праздниках. Я привожу вам две ссылки, два сайта, на которых есть неплохие детские стихи. Причем на этих сайтах, на обоих стихи есть как для детей помладше, стихи попроще, так и для детей постарше. Можно выбрать. А также из книги можно сделать развивающее упражнение. Например, дорисуй и раскрась бусы для праздничной блузки. Но это не просто дорисуй, как ты считаешь нужным. Обратите внимание, мы просим детей подумать, какая здесь закономерность. То есть смотрите, какие бусы верхний ряд. Сначала кружок, звездочка, треугольник, квадратик. Потом опять кружок покрупнее. Следующий у нас после кружка должно идти, что дети выводят закономерность. Звездочка, потом треугольник, квадратик. И цветовой порядок мы тоже с ними учимся анализировать. А потом у нас есть еще нижняя нитка. Там мы им предлагаем самим придумать, какого цвета могут быть эти звездочки, треугольники и квадратики. И затем продолжить эту последовательность. То есть достаточно простое упражнение. Кто-то уже спрашивает, книгу вышлют по почте. Да, эта книга по почте, если вы ее будете приобретать. Она есть и в книжных магазинах, но не во всех пока еще. Поэтому можно спрашивать в магазинах, а можно напрямую в издательности приобрести. Таксально сурен перед готовим будущих дизайнеров. Вы знаете, может быть и будущих дизайнеров на самом деле это и воображение у детей развивается. И творческие способности. Но самое главное для нас здесь, когда мы это упражнение придумывали, это умение анализа. То есть мы учим детей анализировать. Если мы выбрали стихи с детьми, имеет смысл посмотреть на то, как с детьми стихи учить удобнее. Есть разные методы. Я думаю, что мы все с вами опытные. И сами, когда детьми были, стихи учили. Кто-то и как взрослый человек их учит. И с учениками со своими учат. Но тем не менее я для вас перечислю очень коротко эти методы. Надеюсь, что вы что-то для себя полезное можете найти. Методов несколько. Самый распространенный, как правило, это метод слуховой. Когда учивается сначала каждый куплет, либо по строчкам, а затем весь стих целиком. И идет слуховая опора на рифму. Мы анализируем с детьми рифму. Смотрим, как это все звучит. Мы слушаем и учим таким образом. Но у нас ведь дети не только аудиалы. У нас есть дети визуалы. Для визуалов детей подходит метод визуальный. Как он работает? Мы читаем строчку стихотворения и вместе с детьми рисуем то, о чем идет речь. Читаем следующую строчку. У нас идет вторая картинка. А на рисунке каждую картинку отделяем горизонтальной чертой. И у ребенка получается визуальный план, по которому он рассказывает стихотворение. Понятно, что дети пока еще рисуют плохо, но какими-то символическими даже знаками дети все равно смогут изобразить то, что можно сделать. Для детей-кинестетиков есть другой метод заучивания стихотворения. Это метод двигательный. Здесь мы просим ребенка подкрепить запоминание неким двигательным актом. Например, можно взять толстую нитку и смотать стишок в клубочек, повторяя строчку за строчкой. То есть читаем и делаем клубочек. А затем его разматываем. Потом ребенок прячет ручки за спину и понарошку наматывает клубок. Либо можно каждую строчку взять черстяную нитку, наматывать по кружочку на руку. Либо можно нанесывать бусы, можно пирамидку составлять, пуговицы и так далее. Очень хорошо помогает детям ничего не пропустить. Ни количество строчек и так далее. Очень хорошо с детьми кинестетиками работает. А есть еще логический метод запоминания стихотворений. Здесь мы вопросами помогаем детям анализировать стихотворение. То есть прочитали строчку, о ком идет речь, а что он сделал, а почему он веселый, или наоборот, а почему главный персонаж у нас здесь грустный. И так далее. То есть дети создают смысловые связи, постепенно текст запоминают. Вот если такие методы, как слуховой, визуальный, двигательный в любом возрасте работают, логически работают уже, когда постарше дети становятся. То есть старше школьный возраст, либо, ой, прошу прощения, дошкольный возраст, либо начальная школа. Лучше всего тогда это работает. Следующее занятие. Мы готовимся к конкурсу мам. Учимся рисовать. Но для того, чтобы научиться рисовать, мы сначала просим детей сделать рисунок по клеточкам. Вот для вас страница из книги. И дети этот рисунок воссоздают довольно важное умение, которое требует и анализа, и концентрации. А затем каждый ребенок рисует портрет мамы. И это нам потребуется для конкурса на празднике. Давайте сделаем так. Мы когда будем говорить про праздник, я вам расскажу, что это за конкурс. А сейчас просто скажу, что дети делают. Мы просим каждого ребенка на одной стороне листочка нарисовать свою маму. А на второй стороне листочка положить ладошку, руку, и обвести ее. Напомните мне, пожалуйста, если я забуду в конце вебинара, чтобы я вам сказал, что это за конкурсное задание. Хорошо, потому что оно довольно интересное. Оно как раз для родителей получается. Следующее занятие. Четвертое. Здесь уже пора поиграть в подвижные игры. Конечно, последовательность занятий может быть какая угодно. Можно, например, с подвижных игр начинать, потом к анализу переходить и так далее. Я просто вам привожу примеры, а уже исходя из ваших детей, из конкретных условий, вы можете последовательность определить. Итак, например, такая может быть подвижная игра цветик-одноцветник. На полу раскладываются бумажные лепестки цветов, и дети в командах под музыку собирают лепестки только своего цвета. А побеждает, соответственно, та команда, которая собрала лепестки быстрее. Дети побегали, размялись, подвигались. А после этого мы предлагаем детям выполнить развивающее задание из книги. А задание вот какое. «Помоги зверятам найти своих мам и поздравить их». Мы просим детей, чтобы они сначала помогли зверятам найти своих мам. Например, у нас зайчонок и мама зайчиха. У нас котенок, мама кошка. Бельчонок, мама белка. И, кстати, если мы уже на английском какие-то задания проводим, то для нас это хороший повод вспомнить, как называются животные и так далее. Как название стран можно по-английски вспомнить. И прочие вещи. Это из предыдущих занятий. Вот здесь мы вспоминаем, как называются животные по-английски. Если на английском ведем занятия, если на русском, то просто учим детей находить. Мам, а затем очень хороший вариант. Мы предлагаем детям взять в руки цветные карандаши. У нас даже стрелочки здесь специально цветные даются. И каждую дорожку закрасить в свой цвет. Для того, чтобы это было и наглядно, и удобно. И обратите, пожалуйста, внимание, зверята держат в руках разные подарки. У кого-то букет, у кого-то открытка, у кого-то целая корзинка и так далее. Это все подарки, это все поделки, которые можно сделать из книги 8 марта. Я вам, кстати, скажу, как ее можно приобрести со скидкой. Поэтому вы пока сейчас не заказываете до конца вебинар. Я вам сейчас все расскажу. Хорошо? Следующее занятие. Готовим подарки для мам. Предыдущее занятие нас к этому подготовило морально. Здесь несколько таких подарков. Например, открытка антистресс. Дается детям в книге задание. Вырежи открытку со страницы 5. Раскрась, сложи и подпиши ее. Подари маме, бабушке или сестре. Детям дается инструкция, как эту открытку сделать. Естественно, в книжке эта открытка есть. И я увеличу для вас картинку, для того, чтобы понятно было, почему это антистресс. Так, сейчас я прошу прощения, коллеги. У вас есть изображение? Да, теперь появилась. Был небольшой сбой. Хорошо. По крайней мере, она у меня терялась. Итак, давайте мы посмотрим на эту открытку антистресс. Я чуть-чуть увеличу картинку, а потом я ее снова уменьшу. Посмотрите. Не всю ее раскрашивает ребенок. С такой вещью он и не справится со сложной. Ребенок открытку складывает, докрашивает рисунок на обложке. Здесь довольно крупный узор. А вот дальше он ее дарит маме или бабушке, для того, чтобы мама могла сама избавиться от стресса и сама могла раскрасить. Посмотрите, красивая картинка. Она сложная для ребенка. Ребенок может подписать ее. Дорогая мама, например, поздравляю с 8 марта и свое имя написать. Может быть, побольше чего-то написать в свободном месте. Но вот здесь эта открытка, как популярные книжки с рисунками антистресса как раз для родителей. Кстати, кто-нибудь из вас пробовал такие вещи делать? Такие книги или такие рисунки раскрашивать? Не пробовали пока еще? Сейчас это очень... Вот Татьяна Сафронова пишет, пробовала. Ольга Миронкина тоже пишет, пробовала. Вот Мария Константиновна пишет. Очень расслабляет. Действительно расслабляет. Даже когда времени нету. Все равно. Так что ребенок может вам такое подарить. Готовьтесь. Либо подарить своим родителям. Можно сделать вот такую открытку. Вырежь детали с обложки и сделай открытку с букетом по инструкции. То есть, у нас даже обложка книги превращается в материал для поделки. Вот такая открытка получается. Либо вот такая. Вырежь детали с оборота обложки и сделай открытку-фартук. Подпиши ее и подари. У нас получается целый букет. Оригинальная открытка, которая будет стоять. Вот этот карман, в который мы букет вставляем. И внутри открытка подписывается. То есть, такой оригинальный подарок, и это все уже в одной и той же книге. Поэтому удобно, дети у вас за эти занятия, конечно, за одно занятие мы открытку не сделаем, я просто их все вместе показал на одном слайде. Но мы можем выбирать и определять сами порядок, в каком будем делать. То есть, посмотрите, с помощью этой книги у вас дети уже сделают готовые открытки, готовые поделки, готовые раскраски, которым можно и классную комнату украсить, и родителям подарить, даже если родителей много, например, и маме, и бабушке, и сестренке, и подруге. И можно просто ее в портфолио вложить, если требуется. Следующее занятие – это занятие на речевое и познавательное развитие. Каким образом мы его проводим? Во-первых, мы повторяем стихи, которые мы начали учить. И о том, как учить стихи, мы с вами уже говорили. Мы их повторяем. Мы учимся описывать картинки, посвященные 8 марта. То есть, даем, например, картинку из книжки, говорим, а что здесь нарисовано, а какого это цвета. И можно по-английски это обговорить, если на английском языке проводим. Итак, говорим, какого цвета, учимся описывать картинку. Или играем в игру «Похвали маму». В эту игру, кстати, можно играть не только на занятии, но и на конкурсе, на утреннике, на празднике. Игра таким образом организуется в командах. Дети говорят, какая у них мама. Например, чудесная, добрая, умная, красивая, веселая, заботливая и так далее. Побеждает та команда, которая даст больше всего определений. Либо, если дети это в командах по очереди говорят, не по одному, по одному слову, то тогда та команда, за которой останется последнее слово. Очень хороший повод вспомнить как раз и лексику, определенную, правда же, либо на английском языке, либо на русском. Тут уже зависит от того, как вы это занятие проводите. Либо на каком-то еще языке. И плюс у нас идет занятие «Развивающее задание». Мы учимся из частей создавать целый предмет. Это задание уже из книги. Посмотрите на него. Дорисуй фигуры, чтобы получилось солнышко, цветок, ваза с цветами, торт и бусы. Тут у детей с одной стороны простор для творчества, а с другой стороны они учатся по части воссоздавать целое. Тут они могут и фантазию свою включить как угодно, и поиграть, и посмотреть, что у них получается. Но в то же время мы развиваем у детей еще и пространственное мышление таким образом. А не только анализ, например, умение анализа, соотношение частей целого и синтеза, как вписать элемент в картинку. Довольно важные умения. И в то же время посмотреть, с помощью каких несложных заданий можно эти умения развивать. И самое главное, что все это собрано в одной книге уже. И, наконец, следующее занятие. Мы, собственно, готовимся к утреннику. Я его условно обозначил занятие 7, но на самом деле, конечно, у нас могут быть, поскольку у нас разная открытка, у нас может быть больше занятий. Например, там их может и 10, и 12 получиться, и больше, зависит от того, как вы это сделаете. Мы можем взять готовый сценарий, например. Вот, скажем, ссылка перед вами сейчас. Здесь описано полтора десятка игр, причем очень хороших игр, в которые можно поиграть с детьми. И в детском саду, и в начальной школе к 8 марта. На этом сайте есть готовые сценарии. Можно подобрать что-то, что вам пригодится. И в то же время мы делаем с детьми поделки, чтобы украсть помещение. В книге у нас есть вот такая заготовка. Посмотрите, детям четко показывается. Кстати, обратите внимание, что все страницы для поделки, они специально вложены в середину книги, чтобы их можно было из-под скрепки вынуть. И книга с развивающими заданиями осталась в руках у ребенка. А вот эти вот заготовки для поделок можно спокойно резать, и книга не испортится. Правда же? И смотрите, что у нас получается. У нас четко даются инструкции. Они сфотографированы, чтобы детям было понятно. И в результате из такой заготовки получается вот такая вот корзина с цветами. Очень красивая. У нас, когда мы разрабатывали только эти задания, наши дизайнеры сами взяли такую же бумагу, на которой книга будет напечатана. Все это дело распечатали в своей картинке, сделали своими руками из бумаги вот эти поделки, и у них теперь отдел дизайна у нас украшен вот этими поделками. Просто потому, что они тренировались. А удобно ли будет ребенку? А сможет ли он держать ножницы? А не порежется ли? А не слишком ли мелкие детали? А можно ли их приклеить? И так далее. Книжка на самом деле небольшая. Там 16 страниц всего. Но с учетом того, что у нас и обложка превращается в материалы для работы, то книга, в общем-то, она и развивающая. И самое главное, что собрано все вместе. Мы в этой серии успели выпустить книгу в декабре, в самом начале Новый год. Кстати, она все еще продается в интернет-магазине. Поэтому, если вам интересно, вы можете про запас ее тоже для себя взять. То есть, вот такие вещи. И вот как пишет Юлия Александровна, действительно такие подарки получать приятно. Если вам ребенок ваш собственный, неважно, там, сын, племянник, внук, если у нас есть постарший преподаватель, просто, например, кто-то, сын знакомых или друзей, принесет вам такой подарок, сделанный своими руками, приятно же будет, правда? То есть, действительно, вот такая небольшая книга, с которой можно поработать. Вот Наталья уже спрашивает, планируются ли книжки по другим праздникам. Планируются, коллеги. У нас есть определенные планы, мы хотим эту серию продолжать, но пока вот эти вот две книги выпустили для начала. Давайте мы с вами еще раз посмотрим, подводя итоги, мы уже начинаем близиться к завершению, скажем так. Но я вам, кстати, скажу, каким образом можно вот эту книгу 8 марта приобрести со скидкой. Мы для вас приготовили интересный сюрприз, который будет работать для всех участников вебинаров. Но сначала вернемся к развитию детей. Сейчас скажу, и как получить. Вот Татьяна пишет, как получить такую книгу. Сейчас расскажу подробно. Книга, получается, 97 рублей стоит, но со скидкой будет стоить дешевле. Итак, развитие ребенка. Я еще раз взял цитаты из стандарта, но я теперь убрал из этих цитат, оставил только то, что я выделал жирным шрифтом. Давайте мы с вами посмотрим. Вот то, что я вам показал из того, что мы с вами видели, способствует оно достижению таких результатов, будет оно помогать такому развитию. Что именно будет помогать? Например, усвоение моральных и нравственных ценностей. Что из того, что мы видели, помогает детям усвоить моральные и нравственные ценности? Ну, я бы так первое сказал, если вы будете комментировать, будет интересно почитать. Я бы, например, сказал бы так. Когда мы рассказываем детям о том, что мы должны... История праздника, верно. Забота о маме, о бабушке, о сестренке. Учимся, как ее порадовать, поздравить и прочее. Правда? Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Но здесь у нас всяческие поделки этому способствуют. Правда? Развитие эмоциональной отзывчивости. Здесь у нас и стихотворение, и общая атмосфера вот этого праздника. Мы учимся, мы все время, посмотрите, живем ожиданием радости. Мы учим детей, как порадовать взрослых, родственников и так далее. Правда же? Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. А это уже игры. Игры командные, которые я для вас описал. Это то, на что даны ссылки на бесплатные ресурсы. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. Тут весь праздник посвящен и семейным отношениям в том числе. Ну и, наконец, формирование позитивных установок различным видом труда и творчества. Мы не просто делаем какую-то поделку, потому что это красиво. А мы ее зачем делаем? Чтобы подарить и порадовать. Правда же? А когда кого-то радуешь, то получается здорово. Вот, кстати, коллеги уже пишут, что хорошо бы для 5-6 классов, тоже восхитительно. А давайте подумаем. Напишите мне по электронной почте, что было бы интересно. Или здесь в чате. И мы посмотрим, что можно сделать. Мне кажется, что можно интересно сделать. Правда? Вот действительно, учим детей, как радовать друзей, близких и взрослых. И вот сама книга и весь этот подход на это направлен. И вся программа, вот эта коротенькая, которую я вам предлагаю. Познавательное развитие. Развитие воображения и творческой активности. Мы видели вот эти задания. На развитие воображения, например, дорисуй, чтобы из элементов получился рисунок. Правда же? Это формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах отношениях объектов окружающего мира. Здесь уже как из целой части относятся и прочее. Об отечественных традициях и праздниках. Вы, кстати, видите, даже шестиклассник с удовольствием раскрашивает. Но только, знаете, шестиклассник, я целиком дал бы открытку антистресс. Пусть он себе ее целиком раскрасят и вручит уже раскрашенную. А еще одну черно-белую, не раскрашенную совсем, пусть выручит маме, пусть мама ее тоже пораскрашивает. Правда же? Речевое развитие. Помните, оно включает владение речью как средство на общение культуры, развитие звуковой интенсионной культуры, речи, знакомство с книжной культурой, детской литературой. Это стихи, которые мы вместе с детьми учим. У меня сегодня на утреннем вебинаре спрашивают, нет ли стихов на английском языке. Такие стихи есть. Я на них ссылки, стихов и песен. Я на них ссылки дам сегодня в теме вебинара в феврале. Хорошо? Песни тоже здесь прекрасно работают. Здесь еще и музыкальная культура. И это как раз художественное эстетическое развитие. Оно и предполагает реализацию самостоятельной творческой деятельности, включая изобразительную, мы видели рисование, конструктивно-модельную, и дети видели, делают вот эти вот поделки, музыкальную и так далее. Вот, кстати, Татьяна пишет, 5-6 классники, дети любят тоже все это. Букеты делают, бусы, открытки, да все что угодно на проектных уроках они любят делать. Это здорово. Самое главное, чтобы вот эти поделки, они именно были направлены на развитие. Не просто время провести, правда же, а именно это действительно проектный урок. Они в рамках проекта осознанно делают, они понимают зачем, и все это вписывается хорошо в образовательную канву. Ну и, наконец, физическое развитие, сейчас я и про конкурс скажу, Оксана Сурин пишет, просили напомнить. Физическое развитие, оно включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей. Двигательный, и мы видели, подвижные игры, да, координация движений крупной и мелкой моторики обеих рук, вот это все наши поделки, рисовалки и раскрашивания, и становление целенаправности, саморегуляции в двигательной сфере. А пока себя не научишь регулировать, красиво открытку не раскрасишь. Итак, поскольку вы мне напомнили про конкурс, напоминаю, значит, мы просим детей нарисовать на одной страничке, стороне листка, портрет своей мамы, а на другой стороне они кладут руку свою и обводят ее по контуру. Зачем это надо? А это конкурс для родителей. Когда приходят родители к нам на праздник 8 марта, мы натягиваем веревочку и с помощью прищепок вешаем детские рисунки. И просим мам, чтобы они угадали, где ее портрет. Каждая мама свой портрет ищет. Мама может проверить, она не может у своего ребенка спрашивать, это ты нарисовал или не ты, но она может проверить. Она может подозвать своего ребенка и попросить его приложить ручку, свою руку к контуру на обратной стороне. И я предложил бы ограничить количество таких проб, например, три раза, три попытки. Если мама с трех попыток не отгадала, а вот она, рука ребенка, которая подтверждает, да, это его рисунок, ну, значит, не смогла себя узнать. А та мама, которая первая отгадала, она в этом конкурсе победила. А портреты потом можно либо домой забрать, либо класс опять же украсить. То есть, довольно интересная вещь, правда же? Вот Асяд Гадиев спрашивает, презентацию как обычно можно будет скачать? Конечно, я после вебинара ее в течение 15-20 минут как раз и выложу. Хорошо? То есть, посмотрите, вот эти направления развития ребенка, то, что можно использовать. На самом деле, если вы почитаете идеи конкурсов по той ссылке, которую я дал, вы еще эти идеи найдете, там много идей интересных. Можно было бы продолжать, продолжать и продолжать, но посмотрите, мне хотелось дать вам некий комплекс, целую программу, чтобы с одной стороны у вас был некий стержень, например, та самая книга, которая служит готовой основой. И в то же время вы могли бы ее так дополнять и варьировать ваше занятие, чтобы и вам было интересно, и каждый раз что-то разное получалось, и было именно то, что интересно вашему классу, вашей группе детской, да и вашим родителям, родителям ваших детей тоже. Напомню еще раз, мы с вами смотрели на примеры из книги «К празднику 8 марта». В этой книге есть задания развивающие, а также аппликации и поделки. И ребенок сможет своими руками сделать подарки к 8 марта и для мамы, и для бабушки, и для сестры, и для подруги. Ребенку потребуют с ножниц клеить цветные карандаши или фломастеры, но если дети совсем маленькие, мы им, конечно, поможем вырезать и приклеивать, правда же? И как я уже говорил, центральные страницы – это заготовки для поделок, их можно из книги вынуть, книга из этого не рассыпется. Вот, кстати, видите, я говорил про обложку, вот у нас, посмотрите, линия разреза, где мы отрезаем, чтобы открытка получилась, линия сгиба, делаем базу, чтобы открытка стояла, а вот для цветов мы их вырезаем тоже, делаем надрезы и приклеиваем вот сюда, как у нас показаны инструкции. И у нас получается объемная открытка, когда и цветочки можно потрогать, и они смотрятся красиво. И можно эту открытку и подарить, и в классе оставить, и в портфолио вложить, как показатель вашей работы в том числе. То есть вот даже обложка – это уже рабочий материал. Открытка плотная получит, потому что книга большая, а, вернее, бумага плотная. И, наконец, как я уже говорил, мы решили сделать так теперь. С этого вебинара начиная. Это новшество. Если мы на вебинаре рассказываем о какой-то книге в качестве примера, то мы предоставляем на эту книгу скидку в 10%. Что надо сделать? Как эта скидка работает? Скидка работает только сутки после вебинара. Для того, чтобы эту получить скидку, надо написать по электронной почте заказ на эту книгу по адресу shop.sobakatitle.ru. В теме письма укажите кодовое слово. Это каждый раз будет одинаково. Просто кодовое слово будем давать каждый раз новое. Вот на книгу 8 марта кодовое слово MZD8, чтобы легко было запомнить Международный женский день 8. Как я уже говорил, скидка действует только сутки. Поэтому можно по электронной почте прислать. С вами свяжутся менеджеры, которые вам пришлют информацию и получите вот такие вот материалы. Ну что ж, уважаемые коллеги, скажите мне, пожалуйста, мы вебинар уже заканчиваем. Как я уже говорил, он у нас сегодня короткий. 40 минут получается всего. Как вы считаете, вернее скажем так, что из того, о чем мы с вами говорили, что вам кажется наиболее, показалось наиболее интересным и полезным именно для вас в вашей работе. Я специально не делал большого акцента сегодня на обучение иностранным языкам, хотя каждый раз показывал, что во внеурочной деятельности мы можем сделать следующее. Мы ведь можем и страны по-английски назвать, правда, и название цветов повторить, и прилагательные, и задания какие-то сделать на английском языке, и песни спеть, и стихи прочитать и прочее. Вот кому-то понравилась разминка про традиции празднования женского дня. Интересные ссылки, действительно ссылки полезные, там много материалов дополнительных, которые можно в дополнение в книге использовать. Вот Оксана Сурин пишет, у меня масса идей для средней и старшей школы. А вы знаете, если у вас эти идеи появились, напишите мне по электронной почте, поделитесь, пожалуйста, этими идеями, и мы посмотрим. Может быть, мы либо их в другой вебинар включим, может быть, мы с вашей помощью и с вашим участием что-то попробуем и какую-то разработать материалы. Я вам могу написать свой адрес электронной почты, Викторина, понравилась идея. И вот очень хорошие слова «системная работа». Здесь действительно важно, что работа получается системная, и самое главное, что вам не надо много придумывать. Каких-то рутинных вещей. У вас уже готовая программа получается, а на вашу долю остается только подбор тех вещей, которые вам нужны. Но это творчество, которое в радости и в удовольствии. Это не бюрократическая работа по написанию документов, правда же? Задание для мам можно и для одноклассников, конечно же. Вот как Мария Константиновна пишет, включить фантазию можно кучу всего использовать на занятия. Ну что ж, замечательно. Вот насчет книги со скидкой. Я вижу, коллега еще раз спрашивает, чтобы ее получить, книга стоит просто в обычной продаже 97 рублей плюс почтовые расходы. А здесь от цены книги будет скидка в 10%. Конечно, от 97 рублей всего 9 рублей 70 копеек, то есть на 10 рублей книжка. Но если вы купите книги, например, закажете на нескольких детей, то уже скидка существенная получается. Все-таки, правда же? Для этого отправляете заказ по электронной почте, а в теме письма указываете кодовое слово. В нашем с вами случае МЖД-8. И тогда вам пришлют эти книги уже со скидкой. Ну что ж, уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, с удовольствием их послушаю. Если вопросов и комментариев нет, мы на сегодня тогда заканчиваем вебинар. Я вам даю информацию сейчас для того, чтобы... Вот, например, Борис Иванович Марков пишет, книга давно лежит в корзине, теперь оформлена со скидкой. Борис Иванович, вам тогда надо из корзины книгу удалить, а написать заявку по электронной почте, чтобы вам прислали ее. Ну что ж, уважаемые коллеги, я вам тогда даю сейчас... Все записали кодовое слово и адрес электронной почты, никто не забыл? Если записали, то есть я могу уже другой слайд вам показывать, да? Можно. Хорошо. Тогда даю информацию о том, как получить сертификат. И сейчас дам код для получения сертификата. Если из-за чата код будет уплывать вверх, вы не переживайте, я вам его обязательно повторю еще несколько раз. Но, коллеги, напоминаю, работает код для сертификата только в течение трех часов. Поэтому у меня к вам просьба, вы, пожалуйста, постарайтесь прямо сейчас сертификат получить. Хорошо. Потому что если отложите на потом, он уже... код может уже не сработать. Это специально ограничение сделано, чтобы сертификат получали только те, кто реально у нас в вебинарах участвовал. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Книгу, как я уже говорил, вы можете найти. А я надеюсь, что вам теперь станет интереснее работать. У вас появится наконец-то предчувствие весны, которое все-таки приближается через месяц уже 8 марта. И мы с вами научим детей радовать родителей, радовать мам, бабушек, сестренок, радовать друзей. А вы сами знаете, когда кто-то радуется, и у самих на душе легче. Вот пусть у вас на душе будет легче, радостнее. И пусть весеннее настроение потихонечку-потихонечку приходит. Хорошо? Ну что ж, спасибо вам большое. До свидания. Как я уже говорил, у нас на каждом вебинаре теперь будет скидка на определенную книгу, либо на несколько книг. Каждый раз мы будем давать кодовое слово. И будет возможность в течение суток получить. Но вы знаете, я вам по секрету скажу. Я думаю, что если у вас есть кто-то из друзей, кто в вебинаре не участвовал, но они хотели бы со скидкой книгу приобрести, если вы им код сообщите, ну ничего страшного. Сертификат же вы им не дадите, правда? Сертификат все-таки ваш будет. Ну что ж, еще раз большое спасибо. Спасибо за добрые слова. Я читаю чат, просто не озвучиваю комплименты, потому что самого себя как-то вроде бы даже когда кто-то хвалит, хвалить не очень удобно. Спасибо большое. Давайте сделаем так. Я еще раз дам информацию о скидке. Хорошо? Потому что сертификат, я думаю, все уже записали, как получить. А код на сертификат Елена пропустила, еще раз пишу. Пожалуйста, вот он сейчас красным цветом появился. Ну что ж, до свидания, уважаемые коллеги. Ну вы знаете, можно их назвать. Все, при этом бывает. И... Там, я знаю, что он здесь.